Мы приехали в Агроз. Это деревня в горах, недалеко от Тродоса, в горах Кипра. Здесь есть рождественские декорации. Здесь даже написано «Agros Christmas Village». Очень интересно. Но самое интересное это то, что сегодня вторник, официальное открытие было в понедельник, согласно той рекламе, которую мы видели, то, зачем мы сюда приехали. Но сама рождественская деревня еще по-настоящему не функционирует. Нет ничего, чтобы продавали на рождественском базаре, но все освещение включено. Это просто такая сказка. Такое ощущение, что это все для нас. Мы приехали в Пятером. Сейчас зайдем и посмотрим, что же здесь внутри. Видео просто не способно передать всей этой красоты. Да, в данный момент здесь, может быть, не хватает музыки. Все киоски закрыты, но царит удивительная атмосфера. Все кругом украшено. Множество лампочек. Все блестит и сверкает. И никого-никого нет, кроме нас. Это так здорово и интересно. Это такая рождественская деревня по-другому. Но тоже здорово и интересно, потому что вокруг этого места, я поняла, это центральная площадь, есть один ресторанчик и также совлаки. Это типа такого места, где продаются шашлычки, кебабы. Вот, это то, куда мы сейчас направляемся. Посмотрим, какой из этих двух мест мы выберем. И я сниму тоже небольшой обзор на эту тему. Очень здорово, очень красиво. Удивительное освещение. Действительно не хватает снега. И вот этот снежочек, который здесь изображен, он как бы немножко компенсирует это, но не в полноте, конечно. Здесь всюду лампочки. Опять же говорю, видео просто не способны передать этой красоты. Очень здорово. Здесь кто-то принес и украсил ель. Благо в горах Тродоса это имеется. Такая, как бы, рождественская елочка. Очень красиво. И вокруг много других украшенных деревьев. Да, в горах, где мы сейчас находимся, иногда зимой бывает снег. Потому что высота этих гор позволяет иметь снег зимой. Давайте посмотрим, что же здесь еще есть. Очень-очень мне нравятся эти деревянные домики, где по факту должны продавать разные штуки на Рождественском базаре. Мой муж очень сильно хотел попробовать Глитвейн. Это такое, типа, теплое вино со специями сваренное. Очень интересно. Мы даже нашли то место, где бы мы его покупали. Но, к сожалению, понятно, что все закрыто. И, как я поняла, стоимость вроде бы 2 евро. В принципе, даже стоимость адекватная, если я не ошибаюсь. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот. Здесь реклама Глитвейна. И здесь прайс-лист. Вот. Кипрский кофе евро, эспрессо, дабл эспрессо, капучино. Много всего. А нас интересует... Так. Очень красиво, очень здорово. Здесь даже такая инсталляция с мишкой северным. С снеговиком. Ну, людям, живущим в этом районе, снег, так сказать, не кажется чем-то сверхъестественным. Поэтому можно и такое устраивать. Какие декорации. Вообще очень красиво. Кругом все блестит, сверкает. Потрясающе просто. Украшенные деревья. Эти симпатичные деревянные домики. И никого, кроме нас. Вообще никого. Вон, двое наших детей бегают. Здорово. Какая красота. Серьезно, друзья. Ну, сейчас пойдем изучать окружающие места, где можно поужинать. Хочется чего-то мясного. Надеюсь, что мы найдем. Найдем себе эти блюда. Потрясающая атмосфера. Очень красиво на улице. Кругом много огоньков. Такая красота. Никого нет. Очень милое место. В следующий раз приедем сюда через год или два. Кто знает, когда получится. Через сколько лет. С целью того, чтобы попасть уже, когда все открыто. Я думаю, что здесь много народа. Шумно. Но зато в том числе вкусно. Потому что можно купить разные интересные штучки на этом базаре. Рождественский базар без людей выглядит как-то иначе. Я не скажу, что плохо. Нет. Но выглядит действительно иначе. По-своему. Интересно. Тихо. Как будто такая маленькая спящая деревня. Очень интересное ощущение. Мы сейчас заказали еду. Мы решили не идти в ресторан. Решили заказать еду в соседнем кафе. Где ее готовят при нас. Жарят кебабы. Разные. С разным мясом. Можно даже мешать. Делать такой микс. Как бы выбирать разные варианты. Как мы и сделали. И решили уже все это взять в ту квартиру, где мы остановились. Очень интересную, кстати, ее обзор у меня тоже будет. В отдельном видео. Очень интересная. Красивая деревня. Огроз. Находится высоко в горах. Поэтому здесь достаточно холодно. Мы сейчас одеты в куртке. Уши мерзнут без шапки. Действительно мерзнут уши. Дети наши бегают, резвятся.